УСЗН Каспийска продолжает успешно реализовывать программы социальной поддержки для горожан. Только за прошлый год 199 каспийчан заключили социальные контракты. Данная господдержка – это соглашение между органами соцзащиты и гражданами, чей доход по независимым от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Это получается очень огромная помощь. Она подразделяется на четыре вида. Но у нас в основном по Каспийску три вида мы проводим. Тяжелая жизненная ситуация – это люди, которые у них ниже минимального выходит на каждого члена семьи. Это заработок, полностью все считается, там их пенсия, стипендии. Кто проживает в одном доме с семьей, считается, если у них меньше минимального выходит, то им положено, могут они получить по тяжелой жизни ситуацию. В рамках заключения контракта по данному виду 37 семей в прошлом году за счет государственных средств могли приобрести вещи, бытовую технику, первой необходимости и многое другое. Они нам предоставляют, значит, чеки, отчитываются ежемесячно, на что были потрачены эти деньги. Это предметы первой необходимости, это для детей, значит, школьная одежда, школьные принадлежности, для себя одежда, продукты. В общем, ежемесячно они до пятого числа должны после заключения контракта отчитаться по той сумме, которую получили. Не менее актуальной социальной поддержкой является заключение контрактов по поиску работы. В 2023 году 39 человек были трудоустроены благодаря заключению контракта. По условиям контракта, когда они к нам обращаются, они получают, значит, для трудоспособного прожиточный минимум, в прошлом году был установлен 14 258 рублей, разовую выплату получают. После трудоустройства в течение 9 месяцев контракт действует по трудоустройству, они получают еще раз три раза такую же выплату, помимо своей зарплаты. Одним из самых распространенных видов контракта является по осуществлению предпринимательской деятельности. После прохождения необходимых процедур кандидат отправляется на межведомственную комиссию, где члены собрания принимают окончательное решение. Если есть вопросы по бизнесу, мы задаем вопросы, где они планируют вести бизнес. Бизнес должен быть вестись в городе Каспийске, кто претендует. Они должны, заявители, проживать в городе Каспийске. По словам специалиста, зачастую граждане хотят начать свое дело в качестве косметологов, открыть ателье или магазин выпечки. Порой встречаются и другие интересные профессии. Недавно обратилась за консультацией обучение к кормлению грудью. Бизнес такой интересный для нас. Первый раз мы сталкиваемся. Точно так же недавно проходила на консультацию по выращиванию микрозелени. Такого тоже еще у нас не было. В прошлом году к нам обратилась женщина по механизированной штукатурке. У нас были вопросы, будет ли она этим заниматься. И вот мы на своем телеграм-канале, да, фактически она занимается. Мы проверяли эту деятельность, она занимается этим. Мужчина по клинингу тоже занимается. Были вопросы, вы мужчина, будете ли заниматься, да. Специалист также подчеркнула, что с нового года внесены некоторые изменения в требованиях соцконтрактов по бизнесу. Во-первых, поменялся состав семьи. Теперь среднедушевой доход учитывается только из числа отца, матери и детей до 23 лет. Изменился также и расчетный период. Если раньше доход считался по демографической группе, то с этого года расчет производится по среднедушевому. Но ужесточилось в плане того, что начали требовать у бизнесменов, которые на бизнес заявление подают, они начали требовать правовоохождение, тестирование. Это тестирование, знаете, какое? Для чего? Для определения уровня предпринимательской компетенции. Тестирование должны проводить у нас в кабинете, они в нашем присутствии за компьютером. Задаются просто вопросы, чтобы понять, на самом деле человек может заниматься компетентен в этих вопросах, в тех, которых он хочет вести бизнес. С начала текущего года в УСЗН Каспийска уже получили консультации более 60 человек. Около 30 контрактов находятся в работе. С более подробной информацией, условиями и перечнем документов можно ознакомиться в телеграм-канале соцзащиты города, а также по адресу управления. Город Каспийск, улица Орджоникидзе, дом 3, 3 этаж. Телефон горячей линии указан на экране.